В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как предотвратить аварий на дорогах Сарова? В администрации прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Блокадный хлеб. В библиотеке имени Пушкина провели акции ко дню снятия блокады Ленинграда. По-прежнему на третьей строчке турнирной таблицы. Хоккейный клуб Саров проиграл домашний матч с Кстова. Далее расскажем обо всем подробно. Более 50 уголовных дел завели на водителей в прошлом году. Все они повторно сели за роль пьяными. Такую статистику привел начальник Саровского отдела ГИБДД на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. На заседании с отчетами о проделанной в прошлом году работе по повышению безопасности на улицах Сарова выступили представители департамента городского хозяйства и госавтоинспекции. Около 9 тысяч нарушений правил дорожного движения выявили сотрудники Саровской госавтоинспекции на дорогах города в 2019 году. Из них более 250 это управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Пятая часть от этого числа водители, которые вновь сели за руль пьяными и теперь понесут уголовную ответственность за это преступление. Также в 2019 увеличилось количество ДТП, в которых пострадали люди. Всего их было 98. Два человека погибли. Такие цифры Александр Котенков озвучил на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. На уровне прошлого года осталось количество ДТП с участием несовершеннолетних. 16-16. И по количеству пострадавших у них детей также 16 человек. Львиная доля этих ДТП это наезд на пешехода. Их было 13. И три наезд на его спириста. Всего 16. По вине несовершеннолетних участников дорожного движения зарегистрировано 4 ДТП. Основными причинами автомобильных аварий стали непредоставление права проезда и неправильно выбранная дистанция между машинами. По сути это несоблюдение или незнание водителями правил дорожного движения. Выросло количество наездов на пешеходов. В прошлом году их было 38. К несчастью, большинство из них произошли на зебре, где, казалось бы, человек должен чувствовать себя в безопасности. Из 38, 22 на пешеходных переходах. 22. В 2018 году было 15. Если брать те ДТП, которые вне пешеходных переходов, по вине пешеходов, их всего лишь 6. В рамках муниципальной программы городской хозяйства и транспортной системы Сарова в 2019 году установили пешеходные светофоры на солнечных батареях. На остановочном комплексе разместили социальную рекламу по пропаганде соблюдения правил дорожного движения на тему «Засветись». Также в прошлом году на улице города появились новые лежачие полицейские и 520 дорожных знаков. Из них 116 с повышенными светоотражающими свойствами для обозначения пешеходных переходов. Кроме этого, в рамках муниципальных контрактов на выполнение работы по содержанию ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения города Сарова наносилась дорожная разметка в объеме финансирования 5 миллионов 4-5 тысяч рублей и ремонта автомобильных дорог. В целом, все это запланировано 29 миллионов 669 тысяч рублей. Это расходно в таком же объеме. В этом году специалисты департамента городского хозяйства будут проводить аналогичные мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения в Сарое. И этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. 27 января в нашей стране отмечают День воинской славы России. Полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады. По всем расчетам фашистов, город должен был быть стерт с лица земли, а население – умереть от голода и холода. В Ленинграде на тот момент проживало около 2,5 миллионов человек, в том числе 400 тысяч детей. Блокада унесла более 1 миллиона жителей. О подвиге ленинградцев в годы Страшной войны вспоминали в библиотеке имени Пушкина, где прошла акция «Блокадный хлеб». 76 лет назад советские войска полностью освободили от фашистской блокады Ленинград. Блокада длилась 872 дня. По разным подсчетам в городе погибло более 1 миллиона 200 тысяч человек. Почти все умерли от голода. В память о жертвах блокады в нашей стране проходит акция «Блокадный хлеб». Саров не остался в стране. Библиотека имени Пушкина стала одной из площадок, где детям рассказали о том, как жили люди в то страшное время. Мы не только рассказываем ребятам о «Блокаде», но также предлагаем им самостоятельно побыть в роли поваров-технологов и с помощью перечисленных ингредиентов создать рецепт того самого «Блокадного хлеба». Режим экономии продуктов питания был усилен с первых дней «Блокады». Больше всего современных детей поразили нормы хлеба, которые полагали жителям Ленинграда – 125 грамм в день. Муки в хлебе было не намного больше, чем жмыха, целлюлоза, сода и отрубей. «Людям давали всего лишь 125 грамм хлеба в день. И они все равно ели это. И они хотели жить». «Люди очень голодали, но они терпели. И некоторые люди даже выжили. Но некоторые люди спаслись, вышли из кольца. Они пересекали через дорогу жизни. Эта дорога была из-за льда, и каждая машина могла очень легко упасть в воду». «Как было тяжело детям, как они жили. То, что их ранили, но они все равно старались жить. Родители, они хоть и тоже хотели есть, но они отдавали хотя бы половинку своему ребенку, чтобы он тоже жил». Заводы и фабрики Ленинграда продолжали снабжать войска всем необходимым вооружением и снаряжением. Работали 13-14-летние подростки, заменившие ушедших на фронт отцов. В блокаду в зоопарке не съели ни одно животное. Работали все школы, библиотеки и другие учреждения. Город не сдавался. Его жители делали все, чтобы жить и продолжать бороться. «Еще я узнала, что за билетами в театр было больше народу, чем за хлебом, потому что люди хотели хотя бы в эти трудные дни хотя бы как-то себя порадовать каким-то спектаклем». Рассказывая о тяготах и лишениях военного времени, библиотекари показывают ребятам истинную ценность всех всех благ, которыми мы обладаем сейчас, но которых не было у жителей Ленинграда. Акция «Блокадный хлеб» в Пушкинке продлится до 30 января. Роспотребнадзор открыл внеочередную всероссийскую горячую линию по некурительной никотиносодержащей продукции. Специалисты ведомства до 3 февраля расскажут населению о запрещенной продукции и рисках ее употребления. Операторы единого консультационного центра по телефону 8 800 555 49 43 круглосуточно принимают звонки. По отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Детский технопарк «Каванториум Саров» продолжает набор ребят. На базе проекта занимается уже 800 школьников из Сарова, Арзамаса, Дивиевского и Вознесенского районов. Преподаватели бесплатно обучают всех желающих робототехники, написанию мобильных приложений, моделированию виртуальной реальности, программированию квадрокоптеров, квантовым шахматам, английскому языку и многому другому. Занятия направлены на развитие у детей инженерного мышления, навыков проектной деятельности и навыков командной работы. Записать своего ребенка на занятия можно по телефону 8 910 875 2054. Саровчанин прошел в полуфинал конкурса «Лидеры России-2020». Научный сотрудник Института теоретической и математической физики Рафиатснеф Иван Конегин вошел в число 3000 человек, которые поборются за путевку в заключительную часть конкурса. Региональный полуфинал пройдет в начале февраля в Нижнем Новгороде. В конфликте знакомых пострадал автомобиль. В ходе словесной перепалки между двумя мужчинами один из них не нашел более веских аргументов, чем пнуть ногой машину оппонента. Бампер погнулся, теперь виновник будет оплачивать ремонт поврежденной запчасти. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Желание попробовать дорогие алкогольные напитки толкнуло 20-летнего саровчанина на преступление. С разницей в 30 минут он украл виски и ром из одного и того же магазина. Гражданин С, 98-го года рождения, совершил хищение товара сначала на сумму 2398 рублей, а после на сумму 3963 рубля. Криминогенная обстановка в городе на прошедшей неделе была относительно спокойной. За старелой рваной раной уха за медицинской помощью обратился мужчина. Со слов последнего он получил ее 25 декабря при неизвестных обстоятельствах. Вновь сотрудники зарегистрировали заявления пострадавших от действий мошенников. Преступники действовали по старой схеме и вновь убедили своих жертв перевести им деньги. Репортаж о самых распространенных методах и приемах мошенников, которые они используют для обмана людей, смотрите в ближайших выпусках новостей. Мальчик получил травмы в результате катания на ватрушке в Балахне в минувшие выходные. По предварительной информации, ребенок катался со склона горы и врезался в дерево. Подобных случаев этой зимой зарегистрировано очень много. Специалисты призывают людей соблюдать правила катания на тюбингах. Где в Сарове можно покататься с горки на ватрушке и как это сделать правильно, расскажем далее. Само по себе катание с горки благотворно влияет на здоровье человека. Поднимаясь в гору, он испытывает полезные кардионагрузки, тонизирует большое количество мышц и развивает координацию. Чтобы пользы от катания на тюбингах было еще больше, нужно соблюдать технику безопасности при спуске. Правила простые. Садиться только по одному, не связывать ватрушки, крепко держаться за ручки. Особенность сноутюбингов или как их еще называют в народе ватрушек в том, что на большой скорости ими совершенно невозможно управлять. Нижняя сторона совершенно гладкая. Здесь нет выемок и полозья, с помощью которых можно было бы изменить траекторию движения. Затормозить на ней тоже не получится. С закажущейся мягкостью и упругостью скрывается опасность. При движении с горы тюбинг может развивать скорость до 40 км в час. Любая неровность на склоне станет трамплином, который может отбросить человека, тем более ребенка, в сторону. Первым делом осмотрите склон. Не поленитесь и спуститесь вниз. Сверху все неровности сливаются и становятся незаметны. Приготовившись к спуску, убедитесь, что дорожка свободна. Сотрясение мозга, рваные раны, перелом позвоночника к таким последствиям могут привести к катанию с горок на ватрушках в необорудованных для этого местах. Для катания детей лучше использовать пологие склоны и ни в коем случае не придавать ускорение тюбингу, толкая его вниз. Катание на этих ватрушках, они, конечно, достаточно опасны. И человек, когда принимает решение сам прокатиться, а еще и с ребенком, здесь как бы он должен понимать, что травмы бывают достаточно тяжелые. Это начинает черепно-мозговые травмы. Такие ситуации в нашем городе происходили. Эти и другие повреждения чаще всего получают в результате столкновений с деревьями и во время катания на стихийных неподготовленных снежных горках. Их лучше обходить стороной и кататься только на подготовленных трассах. За состоянием горки на лыжной базе постоянно следят специалисты. По возможности, конечно, укатываем ее бураном. То есть, если в прошлом году, когда большое количество снега мы могли укатывать ее ретраком, выравнивать все бугры неровности, то на сегодняшний день пока это только бураны. То и очень-очень аккуратно, в связи с тем, что горка ледяная. Также на этой неделе будут сделаны ступеньки, чтобы облегчить подъем на горку. Также на лыжной базе установили специальные щиты с памятками о правилах поведения на горке. Прежде чем решить пойти кататься на надувной ватрушке, необходимо серьезно отнестись к выбору трассы. Помните, спуск на сноутюбинке с неподготовленных горок может привести к серьезным последствиям. Два гола против шести пропущенных шайб. Хоккейный клуб «Саров» в рамках чемпионата области высшей хоккейной лиги уступил команде из Кстова. Встреча на льду двух давних соперников получилась динамичной и зрелищной. Спортсмены попеременно атаковали ворота друг друга, пытаясь забить еще одну шайбу или отыграть гол. Досадные промахи «Саровчин» и энергичный напор гостей решили исход игры в пользу Кстова. Подробности в следующем репортаже. С первых секунд матча стало ясно, что команда «Саров» и Кстова настроена решительно. Ни хозяева льда, ни гости не стали терять время на раскачивание, а сразу ринулись атаковать ворота друг друга. Спортсменам нужна была только победа. Открыть счет удалось лишь к середине первого периода. С тратницы в три минуты хоккеисты из Кстова забили две шайбы. Упорная борьба. Вначале забили удачно. Повели 2-0, 2-1. Где-то напряга была. Потом пару голов забили. Считаю, чуть-чуть сломило команду «Саров». Были моменты у них вернуться в игру. Ребята выстояли. Хорошая игра. Зрителям понравилось. «Саровчане» в этом сезоне уже встречались с хоккеистами из Кстова в начале декабря. Тогда наши спортсмены проиграли. Клуб «Кстова» – одна из сильнейших команд региона. Четыре года подряд она завоевывает серебряные медали чемпионата области в высшей хоккейной лиге. В этом году опять ставим задачу занять первое место. Ну и в плей-оффе не хотим попасть на команду «Саров», потому что команда хорошая. В очередной игре атаки сменялись контратаками. Матч проходил на высоких скоростях. Лишь на 14-й минуте саровчане отыграли одну шайбу. Гол забил Ярослав Селякин. Во втором периоде саровчане пропустили три шайбы. В ответ забросил еще одну. Люди хотели больше. Было желание, было движение. Мы немножко вышли недонастроенные. Где-то, может, перегорели. Ну, как бы состав был оптимальный, максимальный. Я думаю, что могли зацепиться. Ну, где-то игра в артареи, где-то игра обороны немножко подвела. Третий период начался еще с одного гола в ворота саровчан. Остаток матча обе команды провели в нападении. То у одних ворот, то у других. Но больше забить не удалось. Итог игры 6-2 в пользу Кстова. Где-то на равных, где-то уступили. Вот те моменты, где уступили, их не хватило. То есть они забили свои моменты, мы не забили свои моменты. Плохо играем в обороне. Динамичная игра спортсменов не обошлась без нарушений. На протяжении матча обеим командам довелось поиграть в меньшинстве. Но не все нарушения правил заканчивались штрафом. Лояльность судей заставила нервничать хоккеистов. Соперник нарушал, и мы нарушали. И у них пропускали, и у нас пропускали. И поэтому игра ломается, и все переживаются, нервничают. И все выходит из колеи. Следующий матч наши спортсмены проведут на выезде. 1 февраля они встретятся на льду с лидером турнирной таблицы команды «Спарта» из «Вачи». Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей СРУ-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok